Здравствуйте, дорогие союзники! Это программа «Ей что сказать» в студии Светланы Ладина. Будем помнить о войне, поговорим, моя ненаглядная Русь. Если вы наш постоянный зритель, наверняка вам знакомы эти названия. И вы узнаете по ним народные поэтические проекты, которые на протяжении уже, наверное, нескольких лет мы проводим вместе с Культурным центром «Солдаты России». Точнее, Культурный центр «Солдаты России» все это придумывает, осуществляет, а телеканал «Союз» становится информационным союзником, партнером, площадкой, где представляются самые лучшие прочтения стихов на заданные темы. Сегодня у нас в гостях руководитель Культурного центра «Солдаты России» Евгений Бунтов, ветеран-авганец, автор-исполнитель, и председатель Свердловской областной общественной организации «Союз ветеранов» Евгений Анатольевич Мишунин. Добро пожаловать! Ну, нас пандемия многому научила, и в том числе научила делать вот такие проекты онлайн. Ну и в данной ситуации, значит, сегодня мы хотим поговорить о проекте «Свет Победы», который мы уже стартуем 21 февраля, потому как готовимся к 77-летию Великой Победы, поэтому коллективное решение 77 стихов навстречу Великой Победы. И вот 21 февраля мы начинаем по одному стиху в день, публикуем в средствах массовой информации, на интернет-сайтах, в соцсетях, и заканчиваем ровно 8 мая. Да, у нас это вопрос принципиальный, это народный поэтический марафон, поэтому участвуют не артисты, не заслуженные там речевого жанра какие-то, а простые люди, от мала до велика. Вот, допустим, о войне поговорим, у нас участвовали самое младшее 4 года, самое старшее 96 лет фронтовичка из Казани. Вот этот народ, вот эта память и связь поколений, именно для этого все это и делается. Поэтому мы очень надеемся, что на электронную почту, которую вот сейчас внизу титрами покажут, все желающие могут присылать свои стихотворения. Все просто, берете смартфон, неподвижно закрепили и прочитали на него либо свой авторский стих, либо любимого поэта-фронтовика. То есть важна тема Великой Победы, Великой Отечественной войны. И каждый день мы будем показывать лучшие стихи, будут выходить в эфире телеканала «Союз». Евгений Владимирович, за мной должок. Я обещала поучаствовать в проекте «Моя ненаглядная Русь» и не выполнила это обещание. Но я хочу сейчас это как-то восполнить. На самом деле стихотворение можно отнести и как к сериалу нашему стихотворному «Моя ненаглядная Русь», так, может быть, оно будет и лептой в свет победы. Его автор Николай Зиновьев, кубанский поэт, на шляпке гильзу вынес рыжик из-под земли. Здесь окружен был взвод стрелковый из мальчишек, не знавших ни невест, ни жен. Недолго длилось тут сражение. И за неполных полчаса взвод вырвался из окружения лубами дыма в небеса. И стоит лишь поднять глаза, всегда здесь облако витает. На рассвете выпадает особо чистая роса. Ну вот, смотрите, простые солдатские стихи, но сколько святости в них. Вот ради этого, конечно, и стоит это все собирать. Подгремели войны, стихли в сполохи, На холме кресты, что дети сирые, А в полях ромашки да подсолнухи Поднимают небо над Россией, А она дождями умывается, Ждет, пожнет колосья золотистые, Память не плетет. Она вплетается в сумрак ночи Звездами лучистыми, Перебором струнным пальцы цепкие, Словно в русу-косу ленту тонкую. Не рубить бутеви драгоценную, Не носить в боях кольчугу звонкую, Лучше думать, ладушки рассказывать, На мотив былинушки нанизывать. Не поменьше, а рожденье праздновать, Забавляясь детскими капризами, Чтоб оклады вышивались перлами, Не смыкал очей в лесах соловушка, Чтобы умилялась лебедь белая, На плечо Руси склонив головушку. Как можно забыть такие даты? Вот недавно, 80 лет победы, Разгромы фашистов под Москвой, Сталинградская битва, Курская битва, Уральский добровольческий наш корпус, Который треть сразу полег на Курской битве. Как это можно забыть? Как про это можно не писать? Ну и здесь очень важно донести это до молодежи, Поэтому мы делаем в таких маленьких формах, Чтобы они не заскучали, Чтобы они смотрели день за днем, А может быть даже и ожидали. Просто чтобы память о Великой Отечественной, О подвиге нашего народа передать, И чтобы они понимали, Что это не просто наш народ победил, Но что это победа жизни над смертью, И добра над злом. То есть вот в таком ключе. Хочется сказать огромное спасибо телеканалу «Союз», Потому что на самом-то деле Возможность выйти в эфир Крестьянину из Вологодской губернии, Которая великолепные стихи пишет. Вот допустим «Моя ненаглядная Русь» Стихи первый прислал. У него есть смартфон, как у всех. То есть и получается мы делаем всех соавторами. Они точно так же участвуют в сотворении. То есть вот этот телевизионный продукт, Такой маленький, компактный, Мы вместе его делаем. Он его сам снял, выслал. Мы его оформили. Вы это показали. Понимаете? Это настоящий народный проект. Это здорово. Простой человек. Откуда он на телевидении? Да упаси Божий. Я со стихами со своими. Вы с ума сошли? Вот такие рассуждения. Да ничего подобного. Понимаете? Вот живая форма, Когда можно полезное и доброе, Настоящее авторское творчество Донести до всех, До 82 страны мира. Ну, мы тоже вам очень благодарны, Потому что это действительно, И канал-то у нас народный, И проект народный, И слава Богу, Что мы вот так вот встретились, Это очень здорово, Что мы можем посмотреть на этот телевизионный. Я хочу добавить то, Что он стал общероссийским, Мало того, международным, То есть по опыту поэтического марафона К 80-летию начала Великой Отечественной войны, Нам присылали со всего мира стихотворения, И даже Евгений вот не все опубликовал, Это точно. В этом проекте еще есть элемент исследования, То есть когда мы тему запускаем в народ, Мы не знаем, во что это выльется, Мы не знаем, кто пришлет, Сколько пришлют, Больше, меньше, И поэтому каждый раз рискуешь, Но каждый раз восторгаешься Талантом народным. Школьники, студенты, старики, Разные люди, И все одной темы объединены, Это здорово, замечательно. Я, готовясь к встрече с вами, Приготовила вам еще два поэтических подарка От того же автора. Евгений Анатольевич, я знаю, Что вы ветеран боевых действий На Северном Кавказе. Мне очень нравится это стихотворение, Но я каждый раз реву, Когда я его читаю, Но я попробую без этого обойтись. Ты просишь у Бога покоя, И жаркой молитве во след, Ты крестишься левой рукою, Зажав в ней десантный берет, И с ангельским ликом серьезным Неправый свой крест сотворя вздыхаешь. Под городом Грозным Осталась десница твоя, Осталась она не в граните, Не в бронзе, А просто сгнила. Стоишь, И твой ангел-хранитель Стоит за спиной без крыла. Евгений Владимирович, А вам хочу прочитать тоже Николай Зиновьев, Удивительные у него стихи. Люблю дорожное знакомство, У них есть свой особый лад, В купе со мною Оля, С Костей, Молодожены. И солдат. Все так легко, Все между прочим, Улыбки наши, байки, смех. Лишь солдат неразговорчив, Молчун попался, Как на грех. Сидит с печальными глазами. Ну что сидишь, Как на губе? Ты где служил? В Афганистане. И тишина пошла в купе. Вот иногда нужна тишина, А иногда надо говорить Во весь голос. И мне кажется, Что в ситуации с победой, Которую у нас постоянно Пытаются украсть Не так, так эдак. Обязательно нужно Об этом свидетельствовать. Я пришел в этот мир После майских салютов Отзвенела восьмая победы весна. Я рожден тишиной, Но опять почему-то По ночам Неотступно мне снится война. Словно чья-то звезда Со скрижалей вселенских Сорвалась По веленью былого огня, Но ударясь о землю В паденье отвесном, Вдруг взошла Рикошетом уже для меня. Словно зрение мое Лишь на время ослепло Там, в одном из упавших Тогда на бегу. Может быть, я воскрес Из остывшего пепла. Я ответа ищу И найти не могу. Вероятно, Без памяти было бы проще. Вероятно, Но справиться с этим нельзя. И не властен я Словно взорванной ночью. И как прежде назов Открываю глаза, Наполняют мне Легкие аура боли, Обогревшие кровью Восход и закат, Пропитавшие поры Солдатского поля, Где безвестные кости Поныне лежат. Я пришел в этот мир После майских салютов. Отзвенела Восьмая победа весна. Я Рожден Тишиной, Но опять почему-то По ночам Неотступно Мне снится Война. Война, Отечественная война, Которую вел Советский народ Против немецко-фашистских захватчиков, Богодоносно Совершилась. Каждый авторский взгляд Мы очень ценим. И потому что Он подчеркивает то, Что люди Продолжают Размышлять, Душу свою заставляют Работать В этом направлении. То есть Они уже И фронтовиков там Может быть уже и не видели. Но вот Понимаете, Они об этом пишут И это тоже важно. Вот, а теперь мы расскажем Под конец программы Технические подробности Смартфон Надо держать Вертикально Вот мы всегда На телеканале Союз просим Когда вы снимаете Для рубрики Союзники Держать горизонтально Это устройство А здесь надо Вертикально Потому что Это стихотворение Будут оформлять Соответствующим образом Музыку накладывать Не надо Надо написать Несколько слов О себе О стихотворении Которое вы представляете И прислать На почту Бунтов Собачка Лист Точка Ру Я вот знаю Уже наизусть Ну а затем Будем надеяться Что и на Ютуб канале Евгения Бунтова И в эфире Телеканала Союз Ваше прочтение Стихов О победе Создаст Тот самый Свет Победы Который Будет сиять Нам еще Долгие Долгие Годы Спасибо друзья За то что вы Это время Провели с нами Спасибо гостям Нашей студии Надеемся на новые встречи Оставайтесь с нами Сегодня и всегда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин